Сейчас же с уверенностью можно сказать, что топить снег жильцам со строительной 18 этой зимой не придется. Ну а теперь к другим, более приятным темам. Бывший ректор СИБГМУ, академик Михаил Медведев, сегодня стал обладателем ордена «Томская доблесть». Высшую награду региона в честь своего 80-летия Михаилу Андреевичу вручил лично губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Глава региона отметил, что познакомился с юбиляром более 30 лет назад, когда работал в нефтегазовой отрасли. Тогда ученый внедрял на практике собственную разработку первого в мире метода в профилактике заболеваний у вахтовиков. Было очень приятно, когда видели вот эту заботу и те разработки, которые до сих пор, кстати, пользуются нефтяники, нефтегазовики, и знаю даже многие другие. Поэтому я, как высший вахтовик, тоже могу не как губернатор сказать вам огромное, конечно, спасибо, что лужу в любви, мимо Томской области и городу Томску и адресуеть поведитель подавленных жизнью мужчин. В 1974 году Михаил Медведев возглавил тогда еще Томский медицинский институт. Именно под его руководством вуз получил статус университета. Организовал несколько факультетов, в том числе факультет усовершенствования врачей и провизоров, который стал первым в Сибири. Автор 500 научных изданий воспитал тысячи учеников. Среди них 34 доктора и 57 кандидатов наук. Имеет российские и международные награды. В 99-м ведущие университеты США и Англии включили Михаила Медведева в список влиятельных лидеров 20-го века. Пост ректора СибГМУ юбиляр оставил в 97-м, но по-прежнему возглавляет кафедру нормальной физиологии. Разные строи были. Так мы сейчас в демократическом обществе живем. Поэтому и требования совершенно другие. Но и в то время, и сейчас университет всегда был на высоте. Квесты, мастер-классы по медиа-менеджменту и совместные...